Денис, живи! Этот лозунг можно увидеть в сети интернет и услышать в образовательных учреждениях города. Ученик 32-й гимназии Денис Катасонов серьезно болен. Диагноз – остеосаркома, злокачественная опухоль в костной ткани. Знакомые друзья Дениса рассказывают, болезнь настигла его внезапно в 2014 году. Они собирались с классом в какую-то поездку и за день до у него поднялась температура. С этими проблемами они обратились в больницу и там заподозрили что-то неладное. Тогда его отправили в Москву и так-то все это развивалось с его онкологией. После, спустя год лечения, он был успешно отправлен на контроль. Уже несколько лет семья Катасоновых борется с болезнью, а в прошлом году Денис из-за состояния здоровья не смог сдать экзамены. Сейчас мальчик находится на обследовании в столице, где говорят, что теперь помочь ему смогут только в Германии. Стоимость обследования и лечения в Мюнхене 75 тысяч евро. В пересчете на рубли 5 миллионов. Для семьи сумма неподъемная. В этом году мы планировали сдать экзамен, но, к сожалению, ситуация осложнилась. Опыт волонтерства у нашей школы достаточно большой. Поэтому по решению родительского комитета, по решению советских классников мы решили организовать сбор средств. Дениса все знают как ответственного и жизнерадостного молодого человека. В гимназии никто не смог сидеть сложа руки. Школьники организовали сбор макулатуры и даже провели большую благотворительную ярмарку. Конечно, добросовестные и добрые сразу же отозвались и поучаствовали в этом мероприятии. Мы собрали, точно не помню сумму, но, по-моему, около 120 тысяч буквально за две перемены. Это, согласитесь, очень хороший результат. А в минувшие выходные в одном из торговых центров города прошла благотворительная акция. Ребята устроили настоящий концерт в поддержку Дениса. Пели, танцевали, читали стихи. Общими усилиями гимназии удалось собрать более 200 тысяч рублей. Средства уже перечислены родителям. Также семье готов помочь фонд «География добра». На сегодняшний день нам перечислили чуть больше одного миллиона. Это как бы одна пятая той суммы, что необходимо для лечения Дениса. Спасибо огромное всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Родители не отчаиваются, да и Денис верит в лучшее. Несмотря на пугающие диагнозы врачей, он продолжает улыбаться. Реквизиты, по которым можно направить средства на лечение Дениса, вы видите на экране. Семья Катасоновых надеется, что уже в конце июня им удастся отправиться в Германию, откуда Денис вернется уже здоровым. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.